2024 год объявлен в России годом лейтенантской прозы. В этом году мы празднуем 100-летний юбилей Юрия Бондарева, Григория Бакланова, Василия Быкова, Виктора Остафьева, Бориса Васильевой, Юлии Друниной, Булата Куджавы. Тех, чья юность опалена войной, они вернулись с войны, а их многие друзья нет. Желание рассказать о пережитом и перечувствованном привело многих из них в литературу. Булат Шаловича Куджава – знаменитый русский советский писатель, поэт, переводчик, драматург, композитор, один из родоначальников жанра современной авторской песни. С началом войны Булат пытался во что бы то ни стало попасть на фронт. Полгода штурмовал Тбилисский военкомат. С 1942 года после окончания девяти классов он добровольцем ушел на фронт. Воевал, был минометчиком, рядовым солдатом. В основном на Северокавказском фронте. Был ранен под моздоком из немецкого самолета. После Минсанбата была тяжелая артиллерия резерва главного командования. Много стихов и песен написано Булатом Шаловичем о том военном времени. Но в 1961 году он преподносит на осуждение публикой свое первое автобиографическое произведение. Это повесть «Будь здоров, школяр», которая была напечатана в альманахе «Тарусские страницы» и повествует о военном периоде жизни писателя. «Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь меня научить подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира. Беги, исполняй. Оглушитель нарявкой есть. Падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины. Зарывайся в землю. Рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом. Выделяй желудочный сок. Готовься, урчи, насыщайся. Вытирай ложку отраву. Гибнут, друзья. Рой могилу. Сыпь землю. Машинально стреляй в небо. Три раза. Я уже многому научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать. Потерял я ложку, как дурак. Обыкновенная такая ложка. Алюминиевая, почерневшая, с зазубринами. И все-таки эта ложка — очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша? Я даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый ложку бережет. Дураков нет. А у меня дощечка. А Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о погибших. Золотарев молчит. Я молчу. Немцы молчат. Сегодня. Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу. Я уверен. Огонь открывать не приказано. Идут какие-то там переговоры. Вот и ходит наш командир от расчета к расчету. А минометы стоят в траншеях, в ложбинке. А траншеи вырыты по всем правилам устава. А устава мы не учим. Ко мне подходит наводчик Гаврилов. Подсаживается. Смотрит на мою самокрутку. Ты чего это раскурился? А что? Искры летят по ветру. Темно уже. Заметят. Говорит он и оглядывается. Я гашу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком сыплются искры. И тут же на немецкой стороне отзывается шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются мины. И Гаврилов ползет по снежку. Говорил тебе твою мать? Кричит он. Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Все ближе, ближе. А мимо меня бегут мои товарищи. А я сижу на снегу. Я виноват. Как я буду смотреть в глаза ребятам? Вот бежит лейтенант Бураков. Он что-то кричит. А мины падают. Мины падают. И тогда я встаю и тоже бегу и кричу. Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Охает первый миномет. Сразу становится уютнее. Словно у нас объявились сильные и спокойные друзья. И смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют куда-то вверх из ложбинки. И только телефонист худенький юный Гургенидзе восторженно скрикивает. Попадалься! Попадалься! Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю ящики с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный! И ничего не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики и едкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражения, побоище, дым коромысла. Впрочем, все это я выдумываю. По нам ни разу не выстрелили. Это мы сами шутим. Но я виноват. И все знают об этом. И все ждут, когда я приду и скажу, как я виноват. А уже становится темнее. Болит моя спина. Я еле успеваю хватать снег и глотать его. Отбой! Кричит Гургенидзе. Я все расскажу командиру батареи. Пусть не думает, что я таюсь. Товарищ лейтенант! Он сидит на краю окопчика и водит пальцем по карте. Он смотрит на меня, и я понимаю. Ждет, когда признаюсь. Я виноват. Я совсем не подумал об этом. Делайте со мной, что хотите. А что я должен с тобой делать? Задумчиво спрашивает он. Ты что, натворил что-нибудь? Смеется или забыл? Я рассказываю ему все на чистоту. Он смотрит с удивлением, потом машет рукой. Послушай, иди отдыхай. Причем тут твоя самокрутка? Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди. И я иду. Через час мы снова на ногах. Мы снова палим в немцев. Наступление. Но я не вижу его. Какое наступление, если мы сидим на месте? Неужели так будет всегда? А где-то идет оно, это наступление. Идут танки, пехота, кавалерия. Поют интернационал. Падают, знамен не выпуская из рук. И когда небольшое затишье, я бегу на наблюдательный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза. Какое оно, наступление? Я подышу им. АНП — это не что-нибудь, а просто верхушка холма. И там на склоне лежат, едва высунув головы, наблюдатели. А комбат Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса. И слышу, как запивают птицы. Кто-то стягивает меня за ногу вниз. Жить надоело, шипит комбат. Ты что здесь околачиваешься? Посмотреть хотел, говорю я. Наблюдатели смеются. Птицы откуда-то, говорю я. Птицы? Переспрашивает комбат. Птицы. Какие птицы? Спрашивает из окопчика телефонист Кузин. Птицы. Птицы, говорю я и уже сам ничего не понимаю. Разве это птицы? Устала смотрит на меня комбат. Птицы! Смеется Кузин. Я уже начинаю понимать, что это такое. Один из наблюдателей напяливает на палку свою шапку и поднимает палку над собой. И тот час запивают птицы. Понял, спрашивает комбат. Он хороший человек. Другой бы начал топать ногами и ругаться. А он хороший человек, наш комбат. Сейчас бы меня убили, если бы не он. Это он, наверное, за ноги меня подтянул. Становится темнее. Серые сумерки окутывают холмы. И я слышу, как далеко-далеко бьет пулемет. Пулемет, кричу я. Никто не обращает на меня внимания. Пошли, пошли, говорит комбат Бураков. Сейчас начнем. И потом говорит мне. На-ка, погляди. Я припадаю к стереотрубе. Я вижу степь. На краю ее, на дальнем, на фоне серого неба, вытянулся плоский населенный пункт. И там из конца в конец, как фейерверк, протянулись разноцветные линии трассирующих пуль. И я слышу тарахтение пулеметов, дробь автоматов. Но я не вижу наступления. Я не вижу людей. Пошли, пошли, кричат за моей спиной. Где, где? И вдруг я вижу. По степи кое-где перебегают, согнувшись три погибели, одиночные фигурки. Редко, редко. Хватит, говорит комбат. Иди на батарею. Я скатываюсь с холма. Я бегу. А навстречу мне плывет, покачиваясь на холмах, Виллис. А в нем сидит генерал. Я не знаю, что мне делать. Пробежать или пройти строевым, приложив ладонь к козырьку. Генерал Багров. Он меня не видит. Он размахивает руками. А Виллис приближается к наблюдательному пункту. И там уже вытянулся в ожидании комбат. И ребята стоят. И стереотруба стоит на своих трех ногах неподвижно. И генерал выскакивает из машины, подбегает к комбату. По своим бьешь? По своим? Комбат молчит. Только голова мотается из стороны в сторону. А потом генерал смотрит стереотрубу. А комбат что-то объясняет ему. И генерал жмет ему руку. Чудеса, думаю я. Отбой, кричит телефон Кузин. На батарее тишина. Все словно прислушиваются. А минометы, как собаки, присели на задние лапы и тоже молчат. Что у тебя с ладонями? Спрашивает старшина. Ладони мои в крови. Я не понимаю, откуда может быть кровь. И я пожимаю плечами. Это от минных ящиков, говорит Шонгин. Сейчас мне будут делать перевязку. Старшина поворачивается и уходит. Это он, наверное, пошел санинструктора звать. Я стою с вытянутыми руками. Сколько, наверное, крови вытекло. Сейчас меня перевяжут. И я напишу домой письмо. Субтитры сделал DimaTorzok